короче без бутылки с бутылкой чую блин хрен разберешься здесь какая-то короче колечко мне подаю спасибо спасибо 沙漾 沙漾 你先让开 我来为她疗伤 沈西亚 你为达目的 竟连自己的亲妹妹也不放过 我本不欲对她出手 是你连累了她 早知如此 当初在绝技山 我就不应对你手下留情 你我已非活人 说情也是无用 沈西亚 我最后问你一句 吾诏灭国 是否真有你推波助澜 你们心中已经认定 事与不事又有什么区别 你若自诩清白 这把邪剑又是从何得来 咳咳咽 我 我 我 你 我 我 你 我 你 Возвращаясь к теме, я хочу поделиться к теме. Ты такой же главный человек? Мастер Демонического меча Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok так ничего еще вот опять собрайку за 11 ерунду меч нельзя здесь использовать бегать ускоренно тоже почему я против плавать можем дайте мне руку схватить за одно место за кистьями виду а вот еще поджулировая ночь топ у мертвых здесь торговец есть я точно умер да я приведение у торгуются дай миссию бесплатно у хрен тебе у у ты сыграть торговец наглублен приведение не боится поет че так там полетит дальше шарик на возвращаясь я не хочу никуда возвращаться не так хорошо и буду злым приведением мы уходим пока хрен мне уйдешь куда а ну-ка об оба красиво получилось так долгую историю я вроде пока ничего не умерла блин там торговец и которому пахли на призрак призрака деньги давай так не могу его призвать да не могу призвать он провиденчик будет да ну я думаю кто-то убить надо в этом свете не повоевать на это общего же безумие таинство и сатанизм прекрасных ну я так полагаю цветов Телепортнуться сюда можно? Ахрен телепортнулся бы, ты не палил голову. С одной стороны, конечно, прикольно. Абсолютно без понтового. Цветов эти собери. Собрал эти цветов. Ничего. А, всё жило. Вообще-то, с точки зрения мифологии, любой тело – это всего лишь инструмент. Душа важна. Да, с любой. Тело – это просто тело. Хрина себе, как-то грести-то там будет. Как-то, когда я не знаю, что я не знаю. Сейчас… Это кто-то. Я не знаю. Продолжение следует... 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 У меня 33 вопроса и ни одного ответа. Так, ну ты и без тебя знаешь, он дарил дегенер 15. Что ж ты с этими скиллами-то гребанами делаешь? Ну вот, в скиллах есть, но его поставить до сих пор не будем. А ни скиллах его нет. У меня что, второе появилось? Так, тут только у нас нового. Ну? 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 Продолжение следует... 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 Это да. Так, держи трансфер руны. Это вот и интересненько, дяденька. Что вы мне там подогнали ту? Трансфер руна. А что это меня отсюда уже упроваживают? Совсем окуплен. Мне и здесь хорошо. А, это залдушь, типа. Не, меня реально отсюда упроваживают. Погоди, а где задание-то? White, ghost, trigger. Почему меня отсюда упроваживают? Я не хочу. Уходи. Я только присел. Время, возьми. Погоди. Промашем. Погоди. Еще прокол시. Погоди. 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 а ее мои так ладно пошли по триггер вернемся полин здесь я не могу использовать ускорение как и прелесть open-world портал эх выбора то нет ни хрена и ну принципе надо идти потому что потом ешься знаю куда не свалю потом конце края не найдешь начало и концу квест я же еще тут вот загрузка конечно здесь территории f3 трансфер ун когда это трансфер ун вставлял на f3 почитать еще чуть хорошо потом почитаем и он уже меня боится иди в астрал академии я тебе сказал куда идти в астрал послал меня я пошлю ты еще кто такой резет астрал поинт еще на астрал поинт еще на астрал поинт так да конечно понял это научно ты ко мне будет понятней а и 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 Не то, не то, мне не надо. Так, попробую по скиллам посмотреть, по скиллам то вряд ли. Ну ты сиди гадай, что что-то сделать-то надо? Поехали на террасу на хейнгинге. Значит, новый таргет. Поехали на хейнгинге. Поехали на хейнгинге. Поехали на хейнгинге. Четырнадцать и пятнадцать. А у меня, кажется всего тринадцать. как чуть перемогу свободно бегать что мы в этом жутко сомневаюсь и скорее все надо прочитать эту хреначень это насколько его призываю ну ладно давай прочитаю все шкишки за хрень написан попробую разобраться куда тут бежать уже ли мне дали свободу действий это блин как-то хреново верится это что как правило такие игру у них блин китае на те 600 часов прохождения только по чтению прочитания там еще полторы часу принципе интересно конечно время на существовало много могущественных демонический духа призрака можно было стоять повсюду и звери все выбирали людей затем пожирали их и времена существовал клан под названием чан-жао который вырос на берегу реки чан-лю и редко обращался посторонний затем они прекрасный день звери через север эти монстры могли извергать огонь и воду и пожирали любых людей с которыми стал кто мог их остановить глава клана сражался отступил к линьке и оставив возможности спастись не старикам не слабым ни женщинам ни детям все люди поле на колени плакали или жертву из крови молились богу смерти спасения да кровь окрасила чан-люк красный это великий бог мне не очень интересно жуть и читать честно и уж извиняюсь она принципе на этом закончу плохая история была против зверей надо бы и дочитать давай дочитаем с одной стороны интересно с другой стороны противно честно скажу и там от великий бог сделал хватил всех чан-жоу переправил их на другой берег реки частям или целиком также потребовалось чтобы ворон убил луин но ворон отказался он открыл свой длинный клюв и горил на человеческом миске объявляя волю великого бога смерти должна быть смерть также как и жизнь и так она и останется только вы сами можете победить врага который стоит перед тобой мы не ровно сказал встреч на поле меня даруете безграничную магию но действие до отжогов и как бы удален пиши на племени первого у него смотрю множество глаз нас такая воля это были те а мы ем удара вали хрен пойми магию ему слома которого наконец принес громко горкнув ворон улетел обратно небеса и сразу же поднялся ветер блока раздурься 9 лучи света пробили сквозь тумана север всех правильных 9 пружин приплыли к небеса наскоре вернуть покой доставил 10 сосудов божества можете собрать их вместе возможно и своих врагов вернуть свою жизнь если низко стоит большое пятно какая пресс на кишка вообще вот эти книжки чел кто-то читал и ел и наконец-то понял что это родниковая вода наполненная инцы было божественным артефактом бога смирить тем самым что не искали все это есть преданности не зале своего старого и своего молодого и в источник и мыли свои и спрашивать что в источнике подмолись а а вот великой принц не взяли своих стариков своих детей вошли в источник и смыли себя усталость от путешествий вскоре не обнаружили что каждая капля родниковой воды на коже превращается божественность проникающую в кровь и кости даже самые хрупкие дети обладали силы с которой никто не мог сравниться но здесь не хватает нескольких страниц какая хорошая книжка еще после девяти дней девяти ночи битвы последний дюин место пал и темный потоком крови и долгих лет походов сражения джоуны уже не были такими какими были когда даже те с кем они знакомы кажутся незнакомстве когда случайно сталкиваются друг с другом джоуна не жалеет об этом они обращают свою взору горизонте где черные перья вороны черные перья вороны медленно расстилаются по земле мило такая вот история врата на где заляпана где вырвана страница и у меня этот портавочник пока еще не исчез есть он со мной будет долго пойду пока на кухню картошки приготовлю может он надеюсь останется всем удачи всем пока кстати время у нас 23 48